МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 418. Пятиклассникам из Подольска предстояло пройти весь этот путь. От обороны Брестской крепости до подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Семья, конечно, многое доносит до наших детей, но если мы взрослые, наши предприятия, наши силовые структуры, они будут показывать всю шерсть того государства, в котором они живут, будет чуть-чуть неправильно. Поэтому мы занимаемся этим патриотическим испытанием. Экскурсия по музею «Дорога памяти» словно путешествие в прошлое. Атмосфера максимально реалистичная. Ведь только так современные дети урок истории точно усвоят. Мне тут очень понравилось, потому что тут все достаточно реалистично. Те же комнаты с голограммами, где показывают, как оперировали солдаты после ранения, где их сразу отвозили в госпиталь. Либо там, где женщина рассказывала, как она увидела, что везут тележку с раненым бойцом. Кадеты путешествуют по знаковым местам регулярно. Поездки интегрированы в учебный процесс. Успели побывать на ВДНХ в подразделении ОМОН «Русич». Сотрудничество с Росгвардией уже принесло свои плоды. Мы организовали два года назад под шефный класс Старой Купавни. 35 человек. 5 человек пришло в Ольгитростальский ОВО работать уже по своей специальности, по специальности росгвардеец. Последний зал музея. Здесь на посетителей с фотографий смотрят свидетели тех страшных событий. Те, кто воевал под Москвой, прорывал блокаду Ленинграда, стоял насмерть в Сталинграде, брал Берлин. И, конечно, каждый кадет мог найти здесь своего героя. Василиса Ивашкина, Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...